Всем привет, друзья! Меня зовут Тимур, позади меня камин, и это одна из ваших любимых рубрик сравнения дорогого и дешёвого. Идея для этого выпуска появилась очень просто, друзья. Дело в том, что у меня закончилось моё моющее средство. Вот оно. Почти закончилось, но мыть посуду этим определённо уже нельзя. В общем, я пошёл в магазин, чтобы купить новое моющее средство, и заметил то, что есть как дешёвые и дорогие. Так, а в чём разница-то? Я вот только чего понять не могу, друзья, почему они такие дорогие, смотрите, 160-170 рублей. Неужели за 16 рублей средство справится хуже, чем всё вот это остальное? Или даже вот, за 330 рублей есть! За что такие деньги? Знаете, что действительно интересно? Я тут погуглил, и оказалось то, что моющее средство это придумали не так уж и давно, в 1917 году, а активно начали пользоваться лишь в начале 40-х. До этого люди мыли посуду обычной водой. Но если что-то прям очень сильно пригорало, или было много жира, то ещё песком добавляли, вот так и чистили. Никаких не было моющих средств, а сейчас их такое огромное разнообразие, но, что самое интересное, у них у всех практически одинаковый состав. Но почему такая большая разница в стоимости? Ну, вот здесь, правда, ещё с ароматом зелёного чая. Серьёзно, моющее средство с ароматом зелёного чая. Да какая к чёрту разница вообще, как оно пахнет? Лишь бы жир эффективно отмывало, и на этом, в принципе, всё. Ну, там ещё, правда, говорят, должно быть, как бы, для рук, чтобы там... Как это называется, это я забыл. В общем, чтобы кожа на руках не разъедала, вот я к чему. Надеюсь, то, что в дешёвом средстве что-то для этого добавляют. Ну, а если нет, то, в принципе, посуду можно мыть и в перчатках. Я по телеку такое видел, что в жёлтых перчатках моют, в этом тоже ничего страшного нет. Как я буду сравнивать дорогое дешёвое моющее средство? Очень просто, друзья. Никаких вот этих рекламных проверок, да, когда показывают там огромный противень, заплывший жиром, там одним движением это всё убирают. Нет. Это всё реклама, это всё неправда, это всё обман. У меня будет самая простая, самая штатная ситуация, друзья. Самая вот обычная сковородка. Чё-то в ней готовили какую-то, очевидно, лапшу с какими-то соусами. В общем-то, говорят, тут всё засохло, пригорело, пристыло и довольно-таки жирное. Ну, короче, самая обычная сковородка, наверное, в любой семье вот после ужина такая остаётся. И я попробую помыть её дешёвым средством. Если оно справится, то, соответственно, какой смысл переплачивать 330 рублей, да, это получается там чуть ли не в 15 раз дороже это средство, если я правильно посчитал. 330 поделить на 16. 330 поделить на 16. В 20 раз дороже это мощное средство, чем самое дешёвое, которое я смог найти. Ну, в общем, вот такую простую проверку я придумал. Никаких специальных рекламных вот этих противней, которые там 10 слоёв жира и слегка убираются, нет. Самая обычная сковородка, максимально правдоподобная. Ну, как максимально правдоподобная? Я просто приготовил ужин и оставил её. Стандартная ситуация. Кстати, помимо немытой сковородки, у меня есть ещё и немытая тарелка. Точно с той же лапшой, точно так же здесь всё засохло, то же самое жирное. Я предлагаю начать прямо с неё. Сковородку мы пока что отложим. Берём наше средство за 16 рублей и пропитываем губку. Ну и что я могу сказать прямо сразу? Это средство прямо очень жидкое. Смотрите, оно прямо с губки стекает. И что-то мне подсказывает то, что моёщее средство должно быть густым. Но вы видели, я более-менее добротно сюда налил. Вот она пенится, это уже хорошо. Давайте попробуем это отмыть. Ну, это, в общем-то, я особо не старался. Точнее, вообще не старался. Просто вот так поводил губкой, даже не надавливал ничего. И в целом, по-моему, жир весь ушёл. Остались только вот засохшие макаронины. Давайте с нажимом попробуем их убрать. А вот это, друзья, собственно говоря, то, о чём обычно говорят в рекламе. Смотрите, губка уже практически не пенится. То есть, всего лишь одну тарелку я помыл, и то ещё не до конца. А пены здесь уже нет. Это говорит о том, что такое моющее средство, может быть, и работает. Но покупать его придётся очень часто. Кстати, обратите внимание, что здесь написано «эффективно удаляет жир». И, в принципе, да, жир с тарелки убрался довольно-таки быстро. Остались только вот засохшие части. Но я думаю, что это уже не вина моющего средства. Либо губка нужна вот с более твёрдой вот такой поверхностью, либо такая специальная алюминиевая губка, чтобы это всё счищать. Но и в целом я вам что могу сказать? Средство-то работает. То есть, жира здесь нету, пятен тоже нету. Но губка уже не пенится. Вот, одну тарелку я помыл. Всё. Моющего средства в ней не осталось. Смотрите, на дорогом средстве, которое у нас, напомню, с ароматом зелёного чая, написано «один литр равно трем литрам обычного средства». Это как раз-таки то, что обычно говорят в рекламе, там, дорогих средств. То, что один такой литр будет полезнее, чем 3 литра вот такого дешёвого средства. И мне кажется, что это правда. Ну, вы видели. То есть, всего лишь на одну тарелку мне хватило вот, сколько я там вылил этого средства. И его придётся перед каждой тарелкой заново смачивать им губку. Это нифига не круто. И давайте что ли проверим теперь, просто ради интереса, сколько будет пены и насколько эффективно это средство против вот этой сковородки. Напомню, что точно такая же лапша, точно такой же жирный соус. То есть, условия практически одинаковые. Я думаю, что стоит ещё обратить внимание на то, что здесь вот такой удобный диспенсер. То есть, это прям как мыло у вас в ванной для рук, просто сверху нажали. Это удобнее, чем каждый раз мыльными и мокрыми руками брать вот такую бутылку, переворачивать её и смачивать губку. В общем-то говоря, чуть-чуть я вот, видите, налил средство. Надо, чтобы оно сюда теперь впиталось. Стоп, что это? Ну, я бы не сказал, что это зелёный чай, но в принципе аромат довольно-таки приятный. Я всё-таки хочу сделать, как в рекламе, друзья. Вот тут отчётливо виден жирный налёт. Я беру губку и просто один раз вот так провожу. Ну, не то чтобы прям как в рекламе, но тем не менее налёт снят. Просто в рекламах это обычно выглядит прям очень красиво, а здесь я когда провожу губкой, здесь остаётся пена. Ну, и выглядит это не так кинематографично, как всё-таки снимают на ТВ. Ну, что я вам могу сказать, друзья? Я удивлён. Всего пару движений, и смотрите, вообще всё удалилось. То есть, даже присохшая лапша я просто вот так пару раз провёл, и у меня ещё дофига пены. Я могу целую дюжину таких сковороток перемыть. И мне вот интересно теперь то, что я не смог другим средством отмыть на тарелке. Смогу ли я этим средством здесь справиться? Офигеть! Реально, смотрите, один раз я провёл без нажима, без ничего, и всё ушло. У меня теперь абсолютно чистая тарелка. Я удивлён, друзья. В целом-то здесь нет ничего удивительного. Дорогое моющее средство моет посуду лучше. Это действительно так. И то, что меня больше всего поразило, то, что дешёвое средство это, в принципе, тоже моет. Если немножко постараться, то можно, наверное, и похуже варианта, чем у меня отмыть. Но проблема в том, что оно очень быстро заканчивается. То есть, тут даже разница не в том, что моет лучше, а что вам дольше прослужит. Какой можно сделать вывод после этого выпуска, друзья? Бывают случаи, когда компании накручивают стоимость за известность бренда. Ну, мне кажется, что Ferry, например, так и делает. Ну, потому что, когда говорят моющее средство, сразу щелчок в голове представляется первым делом Ferry. И только потом уже другие моющие средства. Здесь же, возможно, это средство можно найти и подешевле, ему аналоги. Но мне кажется, что его стоимость абсолютно оправдана. Там реально литр моющего средства. Мне кажется, его мне хватит надолго. В то время как дешёвое моющее средство, ну, мне кажется, закончилось бы уже дня через 2-3. Особенно, если бы я мыл вот такие сковородки каждый день. На самом деле, я не очень часто готовлю на сковородке. И, честно признаюсь, готовил только для этого выпуска. Ну, типа, чтобы была ситуация, когда у нас есть грязная посуда, реально грязная посуда, неподстроенная. То есть, я просто приготовил лапшу, просто съел её на вот этой тарелке и оставил на 2 дня сушиться. Ну, то есть, просто она стояла на плите и вот это всё засыхало. Но, как видите, всё отлично отмылось. Больше мне сказать нечего, друзья. Дорогие моющие средства рулят, дешёвые отстой. Меня зовут Тимур, я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Счастливо!